всем привет вы часто просите показать что-нибудь бюджетное недорогое к новогоднему столу ну конечно же курица фаршированная на нашем канале уже есть один вариант фарширования курицей картофелем и запекалась она на картофельной подушке сегодня покажу вам другой вариант фаршированной курицы фаршировать будем гречневой кашей с овощами и яблоками ну а сверху и изнутри замаринуем курицу горчичным соусом ну а сейчас не скупимся на лайки проверяем подписку и погнали и для фаршированной новогодней курицы нам понадобится курица у меня ровно 2 килограмма для начинки гречневая крупа 100 грамм воды для ее отваривания 200 220 грамм соли возьмем 3 грамма также в начинку добавим перец черный молотый 1 3 грамма по желанию регулируйте лука потребуется 100 150 грамм моркови 50 грамм и зеленого горошка 50 грамм это необязательные ингредиенты можете их вообще исключить как собственный лук и нафаршировать только яблоками и гречневой кашей яблок нам понадобится 100 грамм кислые либо кисло-сладкие для обжаривания овощей нам понадобится 20 грамм растительного масла остальные 20 грамм у меня где 40 потребуется для приготовления горчичного соуса а также горчицы берем 50 грамм соли на каждый килограмм курицы берем 10 грамм соли то есть у меня здесь 20 грамм сухого чеснока 5 грамм растительного масла как я уже сказала 20 грамм горчицы 50 перец черный молотый еще 3 грамма и паприка сладкая лучше перейти под копченую 5 грамм курицу моем обсушиваем я уже провела эти процедуры со своей курицей и готовим горчичный соус для этого растительное масло горчицу соль перец сладкую паприку и сухой чеснок смешиваем и тщательно натираем курицу со всех сторон изнутри тоже обязательно затем оставляем ее прямо на столе промариноваться но лучше накрыть ее пищевой пленкой чтобы она не подсыхала и не заветривалась перед запеканием удалите гуску у курицы у меня просто в семье есть человечек который ее обожает поэтому я ее всегда оставляю но те кто не любят удаляйте сразу курицу можете замариновать заранее оставить ее мариноваться на целую ночь если нет времени хотя бы час но мы ставим вариться гречку для этого воду наливаем в кастрюлю отправляем на огонь когда вода закипит промытую гречку отправляем в кипяток и убавляем огонь до слабого будем варить до полу готовности 5-8 минут гречку накрываем крышкой пусть впитывает остатки воды ну а мы сейчас моем фрукты овощи но очищаем только лук и морковочку затем нарезаем мелким кубиком и обжариваем на 20 граммах растительного масла 20 грамм у нас ушло уже в соус когда лук с морковкой обжарились добавляем к ним зеленый свежий мороженый горошек и прогреваем вместе еще пару минут когда все овощи обжарились добавляем их гречки туда же отправляем соль и перец затем моем яблоки нарезаем тоже мелким кубиком или чуть крупнее и отправляем начинку затем все перемешиваем но совершенно не обязательно использовать те же самые овощи и фрукты которые использую я например вы можете использовать не растительное масло а сливочное для обжаривания или взять не лук точнее взять не морковь и зеленый горошек а взять лук и грибы а яблоки заменить на груши то есть решать только вам вариантов начинки много начинка готова фаршируем курочку разрез скрепляем при помощи зубочистки ножки связываем кулинарным шпагатом укладываем курицу форму для запекания и накрываем фольгой а курочку отправляю в разогретую до 180 200 градусов духовку на 2 часа как рассчитать время запекания курицы формула простая каждые 500 грамм курицы на 25 минут умножаем то есть у меня четыре раза по 25 минут получаем час сорок и к этому времени прибавляем дополнительно еще 20 минут получается ровно два часа то есть если ваша курица будет весом полтора килограмма то 3 умножаем на 25 получаем час 15 и к часу 15 прибавляем еще 20 минут то есть курица весом полтора килограмма путь запекаться час тридцать пять минут курочка уже выглядит красивой оранжевый кай но сейчас нам нужно вытопившимся соком ее сверху облить и отправить в духовку до зарумянивания температуру можете поднять повыше чтобы зарумянивание происходило быстрее и полить сока можете два-три раза а чтобы крылышки не сгорели обернем их кусочком фольги удаляем шпажки зубочистки снимаем с ног перевязку и будем пробовать гарнир сдабриваем соком который у нас вытопился при выпечке из курочки посмотрите на степень готовности мясо буквально отходит от костей просто достаточно потихоньку тянуть и крылышко оторвется готово пробуем курочка горячая видите еще парит мяско конечно же нежная приготовилась пробуем начинку тоже горячая у меня кисло-сладкое яблоко но я люблю сочетание курицы с ананасами груши и яблоком если не любите то лучше добавьте грибочки я обожаю такую начинку а а тот сок который у нас вытопился дополняет гарнир и он получается потрясающе ароматным и вкусным готовьте с удовольствием вот такая аппетитная нарядная румяная курочка фаршированная гречкой овощами и фруктами у нас с вами получилось готовьте угощайте гостей радуйте себя и своих близких а фото отзывы присылайте мне по ссылкам которые найдете в описании с наступающим новым годом до новых вкусных встреч пока пока